Хоккеисты Алтай вместе со школой к старту нового сезона могут вернуться в Барнаульский дворец зрелища спорта. В эфире спортивный клуб, меня зовут Дмитрий Гладких, смотрите сегодня в программе. Между нами тает лед. Крайсов-проф и бизнесмен Михаил Дроздов, похоже, пришли к согласию в вопросе продажи дворца зрелища спорта. Вставай на лыжи, веди активный образ жизни. В Краевой столице прошло несколько крупных и массовых соревнований по лыжным гонкам. 50 лет за шахматными досками. В Краевой столице состоялся юбилейный турнир «Белая ладья». Лыжня России, турнир на призы газеты «Алтайская правда» и керлинг с участием журналистов. Об этом узнаем в рубрике «Новости Федерации» от Вадима Слюсарева. Юбилейная 75-я лыжная эстафета на призы газеты «Алтайская правда» прошла в Барнауле. Спортсмены-любители и профессионалы боролись за первые места на трассе базы «Стройгаз». На старт юбилейной эстафеты вышли 900 лыжников из 227 команд. Дистанцию разделили на 4 этапа. Девушки пробежали по 2 километра, женщины и юноши – по 3. Мужской забег прошел на дистанции 4 по 5 километров. Самый массовый старт был среди школьных команд. За 75 лет проведения эстафеты соревнования «Алтайской правды» часто становились стартовой площадкой для лыжников-профессионалов. За долгую историю она проводилась практически ежегодно. Лишь в 73-м году ее отменили из-за отсутствия снега. У нас и лыжная эстафета, которой 75 лет, и легкоатлетическая эстафета, которая тоже десятки лет, которая проходит в мае. Но я думаю, что на традициях стоит и ценность, и здоровый образ жизни, и вообще газета как некое объединение читателей, единомышленников, как образ жизни. И в продолжение темы, параллельно с марафоном на трассе здоровья, проходил и другой массовый забег. Алтайский край вновь присоединился к всероссийской гонке «Лыжня России». Спортсмены соревновались в 27 городах и селах региона. Всего в Алтайском крае приняли участие более 10 тысяч человек. Массовые старты в Барнауле прошли на лыжной базе «Стройгаз». В рамках соревнований состоялось три гонки. Первыми на старт вышли дети до 2006 года рождения и младше, а также семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, руководители общественных и других организаций, которые соревновались на двухкилометровой дистанции. Девушки и юноши 2001-2005 годов рождения бежали 5 километров. Старшая группа вышла на дистанцию 10 километров. В краевой столице на мост-старт вышли около двух тысяч человек. Быстрейшие из них получили награды за свою скорость на трассе. Также на этих выходных к спорту приобщились и те, кто о нем рассказывает. Первый в истории кубок по керлингу среди журналистов прошел в Барнауле. В нем приняли участие шесть команд, в том числе и сборная телеканала «Катунь-24». На самом деле мы немножечко уже посовещались с нашей суперкомандой и решили, что тактика будет на нападение. То есть меньше оставлять камней в защите и больше катить их в дом. Откуда ты знаешь такие определения? Я читал. Да вот смотрите, вот мы сейчас с вами наблюдали за результатами. Уже какие-то результаты есть, уже камни в доме. То есть они показывают феноменальный успех. Так что ждем сейчас хороших показателей, хорошей результативной игры. Организатором выступило Министерство спорта Алтайского края. Команды играли три тура по рейтинговой системе. В отличие от классического керлинга, журналисты играли в укращенный вариант. По два энда вместо десяти. По итогам трех встреч сильнейшей оказалась команда издания «СХ-Ньюз». Серебро у сборной команды «Альянс». Наш телеканал занял третье место. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Спортивный клуб. Пожалуй, главной обсуждаемой новостью прошедшей недели в мире алтайского спорта стала тема покупки Дворца зрелища спорта имени Германа Степановича Титова. Ранее здание принадлежало Краевому союзу Организации профсоюзов. Новым собственником стал бизнесмен Михаил Дроздов. Сейчас перед Барнаульским дворцом зрелища спорта, перед центральным входом, вот такие вот кучи снега. Но, возможно, совсем скоро Дворец спорта заживет новой жизнью. И снег, который находится сейчас у дворца, растает. Здание закрыли по решению железнодорожного районного суда Барнаула 8 августа 2018 года. В то время по всей стране шла волна проверок после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Причиной закрытия Дворца спорта стали многочисленные нарушения норм безопасности. Без крыши над головой остались хоккеисты основной команды из Дюшор-Алтай. До старта хоккейного сезона оставалось чуть больше месяца. В спешном порядке было принято единственное решение – переехать на Карандин арену. Владелец ледовой площадки на улице Жасминной, известный барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов дал крышу над головой хоккеистам. Но уже тогда было понятно – льда всем не хватит, и вместить всех желающих не получится. Слухи и разговоры о покупке Дворца спорта велись с поздней осени. Сейчас, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. И сегодня стало известно, что новым собственником стал Михаил Дроздов. Осталось уладить экономические и юридические вопросы. Сумма сделки не оговаривается. Связаться с бывшим хозяином – здание принадлежало Алтайскому краевому союзу организации профсоюзов – председателям Крайсовпрова Иваном Пановым не удалось. Как ответили в приемной руководителя, Иван Евгеньевич находится в командировке в Москве и вернется в краевую столицу на следующей неделе. В Министерстве спорта Алтайского края знают о сделке и держат этот вопрос на контроле. Министр спорта региона Алексей Перфильев уверен – дворец спорта будет работать по назначению. Если туда заходит тот человек, который же отметился построенным объектом, то у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что там будет именно то, о чем заявлено. Это именно дворец спорта. Михаил тот человек, который настроен развивать спорт и в частности хоккей. И это подтверждается не словами, может быть где-то там каких-то мнений, а именно делом. Но он же построил Динамо дворец. Дворец есть, в дворце есть же хоккей. Ну, это же самый главный аргумент. Известный алтайский писатель, автор цикла книг о футболе и хоккее, в прошлом начальник барнаульского мотора Валерий Лямкин не понаслышке знает, как открывали дворец спорта, какой был ажиотаж на играх. Практически все матчи домашние я видел и знаю, какой интерес у людей к хоккею. Поэтому я думаю, конечно, с воодушевлением будет воспринято возвращение хоккея во дворец спорта. Ну, а я думаю, к этому времени уже и ремонт будет, и думаю, что во всеоружии встретят новый хоккейный сезон. О сроках начала ремонтных работ и устранению всех недочетов пока неизвестно. Главное, чтобы новый собственник не передумал использовать объект по назначению. И на месте барнаульского дворца зрелища спорта с его долгой историей ледовой ареной, впитавшей запах спортивных побед, не вырос очередной торговый центр или многоэтажка, которая совсем скоро появится по соседству с ледовой ареной. В рубрике «Есть мнение» предлагаем вашему вниманию точку зрения министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева. Тема – покупка дворца зрелища спорта. Со стороны Минспорта мы заинтересованы в том, чтобы там занималась и наша спортивная школа, и выступала наша команда. У нас есть ресурс на то, чтобы оплачивать лед, оплачивать содержание команды, оплачивать содержание школы. Но все же складывается для того, чтобы было хорошо. Наоборот, это же наконец-то хорошее событие. То, что было с дворцом, никого же не устраивало. И сейчас как раз первые шаги на то, чтобы было хорошо. Конечно, это правильно. Конечно, к этому надо идти и в дальнейшем. Основным арендатором будет хоккейный клуб и хоккейная школа. Но если будут какие-то массовые мероприятия, да и пусть они там будут. Если мы вырастим у себя в городе, у себя в крае до каких-то значимых спортивных соревнований по баскетболу, по волейболу, да тоже хорошо. Но пока нам предстоит огромная работа для того, чтобы наполнить дворец теми, не знаю, болельщиками, спортсменами, да, которые пришли бы посмотреть на игру наших команд. В Краевой столице прошел один из старейших турниров по шахматам «Белая ладья». В этом году соревнования отмечают 50-летие со дня основания. Анастасия Романова знает подробности. Первый всесоюзный турнир школьных команд «Белая ладья» стартовал в 1969 году. Со временем он приобрел популярность. С 2004 года получил статус всероссийских, а с 2014 стал международным. Ежегодно в регионах стартуют отборочные соревнования. Лучшие отправляются на финальный этап, он проходит в разных городах. За время проведения этих престижных стартов лучший результат на главных состязаниях. В 2013 году в Астрахани показали шахматисты Бурнаульской гимназии номер 42. Алексей Сорокин, Максим Клименко, Анна Гассеева и Ольга Яныгина. Они стали третьими, завоевав бронзовые медали. «Самые лучшие команды стабильные – это 42 гимназия город Барнаул и Бийский лицей. Я думаю, что именно они поведут борьбу за первое место. Но если говорить из самых титулованных игроков, то, наверное, это Даша Хигай, которая буквально в январе выиграла Детский кубок России». В этом году в Барнаул приехали 34 команды. Это 134 участника. В честь юбилея турнира организаторы приняли решение провести торжественное открытие на одной из самых современных площадок Барнаула – в концертном зале «Сибирь». Для участников турнира, судей, тренеров и представителей сборных выступили творческие коллективы. Памятные дипломы от Федерации шахмат России за вклад в развитие этого вида спорта вручили лучшим тренером. Поздравил спортсменов с открытием юбилейных соревнований министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. «Для меня шахматы – это то легендарное противостояние Карпова и Каспарова, с которого для меня этот мир шахмат в свое время тоже открылся. Была возможность позаниматься. Сейчас могу только сожалеть, что не хватило, может быть, времени, усилий, для того, чтобы это сделать на более профессиональном уровне. Потому что шахматы – это тот интеллект, который позволяет в дальнейшем реализовываться в жизни, достигать успехов». По итогам соревновательных дней победителем турнира стала 42-я Барнаульская гимназия. Тренер шахматистов Татьяна Цепенникова. Чемпионы уверенно выиграли все семь матчей и набрали 14 командных очков. Причем из 28 личных очков в их активе 27. Золотые медали получили Артем Мещеряков, Владимир Зубцов, Владислав Соболев и Дарья Хигай. Эта команда будет представлять Алтайский край на международном финальном турнире «Белая ладья». Он пройдет с 1 по 11 июня в Сочи. Анастасия Романова, Роман Хайрулин, Спортивный клуб. В Краевой столице прошли финальные соревнования по биатлону в зачет 34-й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Всего в соревнованиях по биатлону отбор прошли 15 районов нашего региона. В Краевую столицу приехали 78 биатлонистов. Задача каждого – показать максимально возможный результат и принести важные очки своему району. В гонках примут участие перспективные алтайские биатлонисты Анастасия Денисова из Алтайского района, Наталья Немич из Благовещенского, Максим Сиротин из Салтонского и другие. По мнению председателя Федерации биатлона Алтайского края, олимпийского чемпиона в Лилихаммере 1994 года Сергея Тарасова, решение проводить соревнования на лыжной трассе и стрельбище в Сухом Лагу было верным. Биатлон, вы видите, такой вид спорта сложный. Потому что нужно и стрельбище, чтобы качественно провести соревнования, нужно условия определенные создать. И поэтому не везде это возможно. И поэтому и график, календари очень сложные. И поэтому нашли оптимальный вариант такой. Биться за очки для своих районов в этом виде спорта биатлонисты будут в течение трех дней. Сегодня прошла индивидуальная гонка на 12,5 километров у мужчин и на 10 у женщин с четырьмя огневыми рубежами. В субботу состоится спринт, а в заключительный соревновательный день пройдет наиболее интересный вид программы – смешанная эстафета. Для хозяев Олимпиады спортсменов Ребрихинского района главная задача – хорошо пробежать и отстреляться в Барнауле. Ну и, конечно, постараться подняться как можно выше в турнирной таблице. Для нас это очень значимое событие, так как мы уже не впервой являемся хозяевами Олимпиады. И главное – участие, но и надо еще рассчитывать на более высокие места. Это, конечно же, победа. Итоги соревнований пойдут в зачет 34-й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Ну а сами финальные старты главного зимнего события для районов региона пройдут с 21 по 24 февраля в Ребрихе. И на этом у меня все. Съемочная группа «Катунь-24» отправляется в Ребриху, где уже на этой неделе стартует 34-я зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. В следующей программе смотрите подробный обзор с результатами финальных соревнований. Продолжение следует...